Всем привет, друзья! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, потому что я наконец-то могу представить первый релиз своего ИСа-образа ШФОС. Да, теперь это не только установочный скрипт, который производит установку по интернету, и он довольно сложноватый для многих пользователей. И теперь наконец-то появился более-менее полноценный ИСа-образ, который упрощает установку моей сборки на компьютер. Ну что же, давайте познакомимся с этим ИСа-образом, посмотрим, что там и как он устанавливается. Чтобы скачать ШФОС, переходим либо на мой официальный сайт, и здесь вот на главной странице можно перейти сюда, нажать на эту штучку. И тут в шапке выбираем «Скачать ШФОС», спойлер открывается, и можно либо с помощью скрипта установить, ну, в таком случае вас перекинет на гитхаб, и из гитхаба потом вот тут вот внизу подсказки можно будет установить с помощью скрипта. Вот, либо скачать можно ИСа-образ, и тогда вас перекидывает на страницу загрузки ИСа-образа, и тут нажимаем «Хоп», «Скачать» и «Скачать». ИСа-образ весит 3,9 гига, загружен он пока что на Google диск, потому что мне было так удобнее в дальнейшем, может быть я перенесу его на какое-нибудь другое хранилище, но пока что будет так. Далее записываем ИСа-образ на флешку и переходим к запуску с ИСа-образа. Значит, в момент запуска ИСа-образа нас встречает, как обычно, вот такое вот квадратное зеленое меню, где можно выбрать запускаться с опенсорсными драйверами, с проприетарными драйверами, и также можно еще поменять язык, на который переведется временная вот эта вот лайв-система. Но забегая вперед, я скажу, что она пока что не переводится. Даже если вы выберете русский язык здесь, то когда вы загрузитесь в LiveCD, у вас все равно все будет на английском. Поэтому тут можно выбрать только драйвера, опенсорсные или проприетарные. Если у вас видеокарта от NVIDIA, выбираем проприетарные, если AMD или Intel, выбираем опенсорсные и погнали дальше. В дальнейшем я исправлю эту ситуацию с переводом системы на язык, но пока что будет на английском. Система, в принципе, загружается довольно быстро, в отличие даже от родной Манжаро. Не знаю, почему там она так долго грузится, у меня все быстро прогружается. И встречает нас вот такой вот LiveCD со всеми кастомными, кастомный сплэш-скрин, кастомное оформление рабочего стола, экран блокировки тоже кастомный. И все это в таком же виде перенесется у нас и на... То есть в момент установки все это перенесется и будет выглядеть точно так же. В LiveCD пароль, логин и пароль ChefOS. То есть вводим тут ChefOS. И мы успешно входим. То же самое, если мы сейчас сделаем... Так, а мы тут logout можем... Да, logout нужно сделать. Logout. Так. Вот у нас наш экран входа в систему. И тут, как мы можем заметить, у нас учетная запись ChefOS. Ну, это, собственно, временная учетная запись типа. Вводим пароль. Пароль ChefOS. И входим в систему. Ну, то есть просто, чтобы вы знали, что... Если что, то если там экран заблокировался или еще что-то такое там в LiveCD, то пароль ChefOS. Login ChefOS, пароль ChefOS. Как бы все довольно интуитивно понятно. Вот. Сам по себе установщик. Стандартный Каламара здесь. Еще в официальном ISO-образе Манжара там идет установка офисов и прочей билибирды. Здесь этого нет. Тут все максимально просто и аскетично. Тут просто спрашивают, на каком языке установить систему. Нажимаешь далее. Потом спрашивают, какие настройки временной зоны, чтобы потом часы сконфигурировать по точке. Выбираешь свою временную зону. Потом раскладку клавиатуры. Рекомендую ставить английскую. Чтобы у вас была возможность ввести правильное имя учетной записи и пароль. Потому что они вводятся. Ну, желательно на английском вводить, чтобы не было проблем. Здесь можно свой диск выбрать. Можно рядом с виндой теперь ставить. И как хочешь ставить. Теперь все тип-топ, короче, с Каламарасом. Так что выбираем файловую систему там и так далее. Все это дело. Нажимаем далее. Вводим имя вашего компьютера. Какой-нибудь вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот делаем. Далее. И установить. Все. Приступить к установке. Программа. Ля-ля-ля. Установит шеф-воз версии 4.0. Приступить к установке. Все, в принципе, ждем, пока это все дело установится. Вот. По поводу перевода, значит. Live-система, она пока что не переводится на тот язык, который нужен. Если вы там выбираете. Но установленная система, она будет переведена. Потому что язык выбирается здесь для перевода. И в процессе установки Каламарас ее переводит на нужный вам язык. То есть русский, английский, украинский, там, хоть и африканский, короче. У вас система будет переведена после установки. Так что с этим проблем возникнуть не должно. Чем отличается моя сборка от официальной даже сборки Манжаро? Ну, для начала начнем с того, что у меня полностью преднастроенная графическая оболочка. У меня преднастроенный экран входа, преднастроенный сплэш-скрин, преднастроенный рабочий стол. Эффекты рабочего стола уже есть из коробки. Шрифты подобраны, которые читаемые, хорошие, качественные шрифты. А также установлены еще дополнительные пакеты шрифтов, которые можно будет использовать, дабы улучшить визуальный опыт использования систем. Ну и далее поговорим немножко о технической части. Во-первых, у меня полноценный пакет BaseDevil установлен со всеми сопутствующими зависимостями. А также преднастроенный конфигурационный файл MakePack.conf, что дает сразу из коробки правильную и нормальную установку пакетов Saura без лишних танцев с бубном. То есть вы просто берете систему и начинаете ей пользоваться. Любые пакеты, Saura, не Saura, все ставится, все должно работать. Во-вторых, у меня подключены репозитории Chaotic Aure, что дает возможность даже не компилировать некоторые пакеты Saura, а ставить их сразу из репозитория. Это дает возможность устанавливать такие пакеты, как Visual Studio Code, Ядрок SunMod и некоторые другие пакеты прямо из репозитория. Без всяких компиляций Saura и ожидания, пока этот пакет соберется, а может и не соберется. То есть вы просто берете и ставите все из репозитория, без лишних танцев с бубном. Также у меня вручную полностью подобранный весь набор программного обеспечения, который я включил в свою сборку. В этот набор программного обеспечения входит сама по себе непосредственно оболочка KDE, включая все программы, которые вы видите у себя на экране. Ну или когда запустите мою сборку у себя на компьютере. Причем ручная подборка всех этих пакетов, она сводится к тому, чтобы включить в сборку только необходимые пакеты без всякого лишнего мусора. Типа, допустим, графическая оболочка KDE у меня устанавливается там буквально несколькими пакетами. Это непосредственно сам пакет Plasma, плюс пакет SDDM, который отвечает за экран входа в систему, плюс пакет консоли, который отвечает у нас за терминал в системе, пакет Dolphin, который является родным файловым менеджером и так далее. То есть у меня установлен просто необходимый базовый минимум пакетов, которые образуют саму по себе оболочку и ее базовые необходимые приложения. Кроме этого, у меня установлен звуковой сервер PipWire и к нему еще медиасессия Wireplumber, что дает поддержку большого количества звуковых устройств, включая звуковых устройств, подключаемых по Bluetooth. С Bluetooth работает очень хорошо и поддерживает большое количество устройств. И к этому еще я добавил большое количество звуковых драйверов для поддержки разных аудиоустройств, особенно новых аудиоустройств на всяких ноутбуках Huawei и прочих вот этих вот ноутбуков, которые выходят. Для всего этого я постарался включить поддержку драйверов уже непосредственно в системе. Также у меня идет поддержка большого количества мультимедийных кодеков для того, чтобы можно было воспроизводить многие форматы мультимедиа в своей системе. Также в системе установлены все необходимые для этого приложения, типа для прослушивания музыки, для просмотра видео и так далее. Кроме этого у меня идет большое количество еще консольных всяких утилит для любителей из консоли что-то поделать. Утилиты типа Netstat, LSHV, Hedeparm и прочие. Также Kmatrix, Lolcat и в общем вот такие вот утилиты, которые любят, так сказать, люди, которые много ковыряются в консоли. То есть для них, я думаю, тоже найдется что-то интересное. Также у меня есть еще поддержка AppImage, у меня установлено два мультимедийных кодека еще в Fimpeg и G-Streamer. G-Streamer особенно для OBS полезен. И много всяких еще зависимостей и утилит, которые могут быть полезны при установке в систему других приложений, типа тот же самый OBS, KDN Live и прочее. То есть моя система это не просто какой-то непонятный форк. Это набор большого количества драйверов, всяких утилит и вспомогательных программ для того, чтобы можно было использовать систему как хорошую базу, для того, чтобы на эту базу можно было устанавливать как другие программы и просто вообще пользоваться ей как вам захочется. Хоть мультимедиа, хоть и игровая платформа, там хоть что. В системе также есть поддержка виртуальных машин сразу из коробки, есть сетевой экран FireVault с помощью пакета FireVault. А также есть еще такая фишка, когда вы, допустим, обновляете образ Initram FS, образ ядра для оперативной памяти, и у вас выскакивает большое количество всяких варнингов по поводу того, что отсутствуют всякие модули ядра. Так вот, у меня установлен пакет, который все эти модули ядра в систему добавляют и все работает прекрасно. Есть еще Steam и есть еще GameMod для того, чтобы можно было в игрушки поиграть. Также у меня включены сервисы CPO Power, HFGET, Ananisi, ZeramSwap, AirBalance, Dbus Broker. Это те сервисы, которые отвечают непосредственно за быстродействие системы. Ну и также стандартные типа CAPS, сервер печати для того, чтобы можно было подключать принтеры и распечатывать документы. То есть у меня это все тоже встроено и тоже все работает. А также сервисы SystemD TimeSyncD для автоматической синхронизации времени по сети. Сервис SystemD Resolvit, который оптимизирует интернет-соединение, делает его быстрее. И также еще FS Trimmer для того, чтобы, если вы ставите с файловой системой ButterFS, то она имела функцию автоматической очистки и дефрагментации. Вот это что касается сервисов, которые отличаются у меня, в отличие от официальной сборки Manjaro. А еще у меня преднастроен Swapiens, который отвечает за использование Swap подкачки. То есть по умолчанию Swap используется неправильно. Он используется в таком виде, что у вас даже 50% оперативной памяти может не заполниться. Но при этом процессы уже начнут выгружаться на диск, диск будет из-за этого тормозить и все будет очень печально. Поэтому у себя я это исправил и преднастроил таким образом, чтобы Swap использовался тогда, когда это действительно необходимо, а не в хаотическом порядке, как это по умолчанию как бы установлено. А также у меня еще из коробки работает OpenGL, то есть прописаны определенные параметры для того, чтобы система могла использовать OpenGL. Благодаря этому также обеспечивается быстродействие и более плавная работа системы. Ну, еще там настроено переключение раскладки клавиатуры на Alt-Shift, а также есть еще программа для запуска Windows приложений и игр под Linux. Ярлычок этой программы находится в файловом менеджере в домашнем каталоге. Нужно будет его запустить, чтобы программа установилась, и тогда можно будет запускать свои любимые игры или приложения Windows по Linux. И еще некоторые другие мелочи, которые я даже перечислять не стал, чтобы не растягивать хронометраж, потому что я считаю, что это должно быть просто по умолчанию в нормальной системе. В итоге получается, что вы устанавливаете на свой компьютер именно такую систему, в которой в базе, как бы из коробки, есть реально все самое необходимое для того, чтобы можно было просто поставить и пользоваться системой. Если вам интересно, из каких пакетов состоит ISO-образ и какие я сервисы там использовал, все это вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. Ну а на этом данный ролик подошел к концу. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего вам настроения и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok